Ну, вы знаете, вы недооцениваете ситуацию. Я думаю, что намного лучше все. Вчера парламент взял себя в руки и принял эпохальное решение о штрафах за охоту. Это действительно сегодня важнейшая вещь, благодаря которой мы, наконец, спасем людей, продвинем экономику. Но я не знаю уже, как комментировать. Вы понимаете, я каждое утро прихожу, смотрю повестку дня, разговариваю, выхожу, подхожу в зеркало, думаю, я в сумасшедшем доме или нет. Ну, что значит, я вот только что говорил, вы на улицу не выходите или где вы живете. Ну, такое творится в стране, у них охота, штрафы на охоту. Главный вопрос. Сегодня вообще какую-то ересь разбирать начинают. Понимаете, ну, как бы, не знаю, они ведь все понимают. То есть ситуация такая, вот как бы всем все нравится. Они считают, что будем грабить и дальше, а народ, ну что народ, народ уже замучился с этими революциями, с холодом, с платежками. Наверное, все-таки они отслеживают, следят, как это будет. Ну, а нам я что хочу? Холодно сейчас, да? Я понимаю, что особо сил нету на то, чтобы на них. Но как по весне немножко чуть-чуть потеплеет. Ну, давайте как-то их убирать уже, потому что я помогать буду. Потому что это невозможно. Они не просто добьют страну, они ее уничтожат. И никакого желания в глазах у них что-то исправить нет. Мало того, смотрите, нет даже теории повестки, как выйти из ситуации. Еще что-нибудь возьмем, еще что-нибудь возьмем. Сегодня, вот я считаю, день, украли кредит Всемирного банка. Вообще потрясающие ребята. Подорожание на билеты. 4 миллиарда мы получили, нам дали билет, сказали, надо ремонтировать. Сегодня Амельян выступает, спрашивает, спрашивает министра, куда делись деньги от дорог. Никто не знает. Все стоят так, все честные. Ну и я могу долго рассказывать. Вот все эти миллиарды, которые за неделю наворовали, хватит нам, чтобы вообще больше не брать в кредит МФ. Ну так и все. Все. Никакого кризиса, повторяю, нет. Они просто воруют деньги. Никакой проблемы экономической нет. Они просто крадут деньги. И никакой проблемы нет, кроме вот этих воров. Вот и все. Кроме того, говорили о том, что Поруби не может ответить на вопрос, есть ли коалиция. Никто из фракционных депутатов не может ответить на вопрос, кто входит в коалицию. По вашему мнению, как будет дальше развиваться события? Будет переформатирование под правительство? Дальше, смотрите, вот мы сами, вы стоите журналисты, я стою народный депутат. Мы с вами вместе говорим. В стране по конституции правят коалиции, которые нет, которые они не объявляют, которые не говорят. Что это называется? Это захват власти, значит, правильно? Вы спрашиваете, что будет дальше? Если будем молчать, они нас по 500 душ поделят и пойдут опять на барщину. Вот и все, что я могу вам сказать. Надо выходить и говорить, что это не просто не конституция, это наглое, открытое такое, знаете, надругательство над законом. Ну и порядок у них, все в порядке, все хорошо у них пока. Потому что каждый сидит, засунул себе язык в задницу. Я сейчас разговаривал с оппозиционным блоком об этом. Два с половиной года я сидел с ними, слушал одно. Ребята нам не разрешают голосовать, потому что наши уголовные дела там и там лежат. Ну, а что вы сюда приперлись тогда? Ну, зачем вы пришли сюда защищать народ от имени народа Украины, чтобы защищать свои зады? Вот работа оппозиции. Говорю, давайте заблокируем трибуну этим. Ну, все опять сидят, глаза потупыло и все. Вот вам вся работа. Делайте оценку. Вот сами делайте вывод. Дякую. Вадим Рубинчик. И можно к этому по-разному относиться и давать этому различную оценку. Но это однозначно индикатив. Таким образом рассуждает мир. Таким образом рассуждают стороны Минского процесса. И это однозначно можно прогнозировать давление на Украину по выполнению тех обязательств, которые она на себя взяла. Я, вот, знаете, внешние отношения всегда очень корректно стараюсь комментировать, поскольку, ну, у нас огромные ошибки во внешней политике, да и во внутренней тоже, я имею в виду, у власти. Поэтому здесь надо тщательно выбирать каждое слово, иначе Украина просто потеряет партнеров. Я с ним никогда не сталкивался, я лично не знаком, но я приветствую однозначно возвращение в систему профессиональных кадровых работников. Поскольку все проблемы в Украине как раз от того, что активисты и люди, которые почему-то решили, что они знают лучше, как эту систему реформировать и как она должна функционировать, по сути, развалили все государственные институты. Если возвращают профессионалов, это здорово. Если они смогут обеспечить нормальную работу полиции, это тоже правильно, поскольку от этого зависит безопасность наших граждан, от этого зависит вообще функционирование государства как института. Евгений, еще одно вопрос. Сегодня, снова таки, было заседание Верховной Рады, его достроково закрыв спикер Парубий, потому что не хватает народных объектов. В частности, сейчас обговорюется возможность существования коалиции. Что скажете, насколько она продуктивна и что есть? Мы год еще назад пытались получить информацию от спикера парламента непосредственно составу коалиции. Мы помним, что раньше в коалицию входили только фракции, потом было решение суда о том, что могут входить персональные депутаты. Но это так или иначе противоречит духу законодательства. Мы должны понимать, кто есть провластная коалиция и кто несет ответственность за все беды, которые происходят в этой стране. На сегодня этот момент опять педалируется. Понятно, что дух в неочередных парламентских выборах, он просто витает в воздухе. И один из пунктов, по которому этих выборов можно добиться, это как раз несуществующая коалиция, ее развал. После этого дается месяц на формирование новой, и если таковая не будет сформирована, то парламент распускается. Существует она де юра? Вопрос. Мы ждем ответа от спикера. Де факто мы понимаем, что какие-то законы принимаются, какие-то нет. То есть это всегда компромисс между главами фракций, между их спонсорами, я имею в виду теми финансово-промышленными группами, которые стоят за представителями парламента. Как бы не печально об этом было говорить. И время от времени, в зависимости от того, какой вопрос имеет характер, политический или лоббистский, эти законы все-таки принимаются. Но глобально мы видим, что жить в Украине лучше не становится. Поскольку мы парламентско-президентская республика, то несмотря на то, что президент пытается узурпировать многие вертикали власти, все-таки мы парламентско-президентская. И парламент это высший государственный орган, который в принципе и отвечает. Он формирует правительство, проводит определенную политику и отвечает за ту ситуацию и то положение дел, которое в Украине. Но я думаю, каждый украинец скажет, что его настоящая жизнь никоим образом не устраивает. Значит, наверное, это правильный путь и нужно бороться за то, чтобы в парламент пришли действительно профессиональные люди, которые смогут представлять интересы территории и партии, которые будут ответственны и выполняют взятые на себя обязательства. Для этого, наверное, нужно ставить вопрос, в том числе и по живой коалиции или нет. Игорь Гринев, еще одно вопрос. Вот сейчас говорится у ЗМИ, возможно, изменение руководства одной из самых больших фракций блоков Петра Порошенко. Вважается, что, возможно, Игорь Гринев пойдет из этой посады и на эту посаду, возможно, придет Ирина Герашенко. Чи слышали вы про это что-то? И как это может отобразиться, в частности, на структуре коалиции, возможно, ее переформатирование? Что скажете? Мне кажется, неважно, кто будет менеджером, давайте по-другому это не скажем, или политической фигурой, которая будет озвучивать ту волю, которую будет принимать хозяин партии. Мы знаем, что хозяин партии на сегодняшний день это Петр Алексеевич Порошенко. И, естественно, все глобальные решения, вся стратегия исходит от него, а депутаты просто проводят это в жизни. Поэтому, кто будет спикером, кто будет озвучивать мнение фракции на трибуне, неважно. Тут зависит исключительно от, наверное, каких-то речевых способностей. Политику это ни в коем мире не изменит. Евгений, еще одна тема резонансна. Сьогодні обговорювали и народные депутаты в парламенте. Это убийство боевика Михаила Толстых Гиви. И что вы про это скажете? Яка у вас версия того, что сталося? И чего можно ожидать каких-то там изменений, возможно, даже на ситуации на Сходе после этого? Я не следствие, поэтому догадки какие-то высказывать не хочу. Я могу сказать, что тут несколько есть вариантов. Первое – это внутренние разборки и зачистки накануне принятия минских соглашений и возможных проведения выборов в Донбассе. И второй момент – это может быть действительно работа украинских спецслужб. Надо понимать, что и в первом, и во втором случае может быть какая-то симметричная реакция, которая может привести к каким-то негативным подобным событиям на территории Украины. Я очень надеюсь, что служба нашей безопасности не позволит, чтобы подобные события, в частности теракты, происходили где-то на территории Украины. Я надеюсь, что здесь будет проведена качественно-эффективная работа, но я предполагаю, что это может быть основанием со стороны так называемой ХЛНР и ДНР для эскалации конфликта и для проведения подобных операций на территории мирной Украины. Я зрозумяю. Дякую вам за ответ. Евгений Мураев, Народный респондент Украины. Те, кто хотят дестабилизировать ситуацию внутри Украины вот сейчас, и те, кто активно выступают за проведение, за ведение военного положения на территории Украины, могут тоже использовать в своих целях против своего же населения. Я имею в виду партию войны, ее идеологов и ее представителей не только в парламенте. Спасибо.